доброе утро начинается с приятного ухода за лицом у меня две новые баночки про одну я уже рассказывала про вторую еще нет хотя тестировала эти продукты в миниатюре возможно вы не узнаете потому что пюрита поменяли упаковку здесь у меня тонер а здесь сыворотка тонер по моим ощущениям не изменился может быть в составе что-то по-другому потому что упаковку просто так менять не будут но я не чувствую ощутимых изменений тонер имеет такой же аромат такую же формулу густоту также он приятно носится на лицо и очень хорошо увлажняет фишка этой линейки в том что она сцентеллы там еще крен для лица есть но я взяла только тонер и сыворотку потому что они мне все-таки больше всего понравились и сухой кожи это просто спасение я наношу тонер именно руками потому что продукт довольно густой и в одном диском это делать будет просто нецелесообразно и вот такими вбивающими движениями наношу на лицо до тех пор пока я не почувствую что продукт достаточно уселся на коже и можем наносить уже следующий этап это сыворотка для меня новый продукт впервые приобретаю в полной размере примерно два с половиной нажатия вообще не жалею продуктов не люблю одну маленькую каплю продукта размазать по всему лицу нравится когда есть ощущение что ты все-таки что-то на нем такое плотное и кожа такая приятная увлажненная просто чистый кайф любом случае остатки всегда можно вот так вот нанести на шею я в восторге от этих продуктов приобретала на ламоде там точно всегда оригиналы можно конечно еще на зоне посмотреть каких-нибудь продавцов там прочитать отзывы рейтинги посмотреть тоже на зоне заказывала были оригиналы но ламода это такой беспроигрышный вариант как можно заметить у продуктов отличаются цвета крышек темно зеленый цвет означает что в составе есть отдушки а светло-зеленый соответственно сигнализирует о том что отдушек какие-то там масел нет каждый выбирает то что ему подходит больше для меня это вообще не принципиальный момент поэтому я просто купила те продукты на ламоде которые были в наличии не знаю по каким причинам эти продукты могут не понравиться они идеальные опять же в основном для сухой кожи особенно вот в отопительный период это просто какая-то сказка потому что мне бы простого какого-то тоника жидкого как водичка и крема для лица явно бы не хватило а вот тонер сыворотка так хорошо напитывают крем ложится превосходно и как следствие макияж сложится тоже изумительно сделала нюдовый макияж практически собралась сейчас поеду на встречу с одним творческим человеком таким как я мы будем вместе снимать рилс получится такая прикольная коллаборация нашла я один интересный тренд и я намерена сделать все максимально круто ну и конечно классно провести время для сегодняшней съемки понадобится реквизит давайте вместе сейчас соберем вот эту большую сумку хочу начать с сумки да для съемки мне пригодится именно небольшая сумка захотела взять черную она очень хорошо подойдет к моему сегодняшнему образу и у нас с вами получается сумка в сумке прекрасно дальше это конечно же штатив напольный у меня вообще их два вот этот и настольный на который я сейчас снимаю данный кусочек конечно вот этот штатив мне не очень нравится он жутко неудобный я все никак не могу выкрыть время найти на каком-нибудь маркетплейсе хороший напольный штатив который не будет меня раздражать а вот этот штатив но как-то криво закрепляет мой телефон приходится на монтаже постоянно кадр выравнивать меня это дико раздражает наверняка человек с которым мы сегодня снимаемся возьмет штатив но лишним не будет лучше перебздить как говорится дальше вот такой вот милый крабик для волос парфюм от зелинским apple лотус мне невероятно полюбился этот аромат можете заскринить он идеально весну по моим ощущениям и шлейф просто потрясающий такой цветочно освежающий да очень люблю вот когда только-только наносишь ощущается резко потому что у зелинские в целом парфюмы очень насыщенные нужно всего один пшик или даже два и как раз таки будет вот этот самый потрясающий шлейф дальше здесь у меня карандаш для губ блеска для губ и таком бы кстати на мне сегодня никс 857 нюд беж и блеск фанти бьюти крем от пусси который у меня почти заканчивается но у него упаковка подходящая для съемки сегодняшнего ролика у меня вот еще здесь есть маленькие огрызочки карандашными их не возьму будет низ не солидно знаете для видео а вот еще у меня один есть любимый блеск от clorans lip перфектор тоже вам поближе показываю наверное нет вот так вот надо 02 офигенный блеск я полнейшем восторге мне очень нравится аромат это тот продукт который всегда каждый день а то и несколько раз на дню хочется наносить на губы у меня здесь есть список вещей которые я должна с собой взять вроде уложила все но вот осталось остался кардхолдер а еще наушники зарядка для телефона безусловно и я думаю все несмотря на отсутствие солнца у нас сегодня в городе в приятное до плюс 15 это радует потому что наступает весна апрель в конце концов пора бы уже вот еще бы вся грязь высохла луж бы не было хотя в основном асфальт сухой но все равно кое-где вот эта неприятная грязючка есть уже радует что можно надевать более легкую верхнюю одежду мой любимый пиджак пальто который вы видите на мне из года в год вниз я надела теплый вязаный свитер потому что 15 градусов не так чтобы очень тепло тем более что солнышко сегодня нет пасмурно поэтому вот такой наряд считаю идеальным кстати как вы могли заметить на предыдущем кадре на мне еще надета body от свитера если что можно его снять и красиво пофотографироваться и сниматься я сегодня не рассчитала длительность всех своих утренних дел поэтому вызвала такси чтобы побыстрее доехать и сэкономить время я приехала зашла в кофейню и увидела что абсолютно все места заняты абсолютно все столики впервые с таким сталкиваюсь вот сколько хожу по кофейням и сколько я была конкретно в этой кофейне в технике кто из ульяновска знает такого я еще не видела это что понедельничный вайп у всех вечер я вернулась домой уже вот на таких вот домашних вайбах линзы сняла покушала весь контент опубликовала который мы с кристиной сняли очень довольны сегодняшним днем в особенности я довольна нашей встречей я очень довольна тем что мы сняли все получилось ровно так как планировали ровно так как я себе сама представляла и вот насколько важно познакомиться и повзаимодействовать с человеком из твоей сферы кристина тоже блогер и как мне кажется мы сработались просто на сто из десяти послевкусие очень приятно если вам интересно что мы там не снимали приглашаю вас в свою соц сеть с картинками я очень активно сейчас туда вкладываюсь и там вы можете наблюдать меня в режиме реального времени это и stories и рилсы контент конечно там появляется гораздо быстрее нежели на ютюбе приглашаю добро пожаловать в новый день честно говоря думала он будет менее активным но много есть маленьких задач и мне их выполнять только в удовольствие потому что в последнее время я чувствую как много у меня появляется энергии будто я просыпаюсь после вот этой долгой зимней спячки напишите в комментариях чувствуете ли вы тоже самое думаю многие меня однозначно понимают сегодня у меня стояла очень очень важная задача начать разбираться с налогами немножко вам такой блогерской внутрянки надеюсь интересно чтобы вы понимали я не особый знаток всяких налоговых бухгалтерских штук я всегда прибегаю к помощи сегодня была консультация со специалистом с менеджером и эту декларацию сделают за меня я заплатил там символическую сумму денег хотя могла бы и сама эти все декларации собрать но я не хочу если знающий человек сделает это за меня даже за деньги я согласна пожалуйста оформите мне все сделайте я все отнесу и спокойненько оплачу налоги и будет на душе приятно вот поэтому я сейчас перед вами сижу с компьютером знаете эти рабочие вайбы я еще отвечала рекламодателям мне в последнее время приходит не очень много предложений а те которые приходят ну такое это мнение интересно это вам не будет интересно я беру всегда все самое классное но к сожалению пока классного предлагают мало поэтому сидим мы с вами без рекламы надеюсь скором времени этот вопрос тоже у меня в логерстве наладится и еще я уже начала монтировать данный влог я обожаю это делать в моменте отсняла определенный день отсняла какой-то сюжет и сразу это все загрузила в программу села монтировать уже то что есть потому что если влог не монтировать сразу и незадолго до выхода ролика попытаться осилить весь этот массив материала будет тяжело я лучше каждый день по чуть-чуть буду этим заниматься мне еще нравится заранее загружать кусочки в программу чтобы оценить тайминг то есть понять какое видео получается по длительности вот например вчера у меня получилось наснимать почти на 11 минут я еще тут конечно порежу побольше и может быть минут на 8 ну для первого дня для одного дня это вообще супер классно получается еще всякие картиночки буду добавлять музыку естественно тут еще будет заставка это пока очень сырой материал вот буду постепенно в течение недели дорабатывать мне сегодня так нравится губы естественно по контуру у меня карандаш эль коррозон робин многие уже девчонки зашарили вижу комментарии под видео других блогеров и разные видео в которых советуют карандаш от эль коррозон но все равно считаю что недооценен этот продукт в полной мере показываю поближе и еще я нанесла сегодня помаду от анастасии beverly hills в оттенке хейс в самом светлом оттенке это сатиновая помада раньше я помню улетала по матовым а сейчас все настала сатиновая такая сияющая эпоха идеальная помада мне она очень нравится в золотом яблоке долгое время уже несколько месяцев что я смотрю она по скидке стоит всего полторы тысячи рублей и 1700 я считаю что такой продукт может стоить дороже там две тысячи вот три тысячи рублей даже могла за него отдать но цена безусловно приятная я считаю что это самая настоящая находка да это очень светлый оттенок помады но во первых я девочка бледнокожая а во вторых я обожаю эффект омбре на губах то есть можно нанести на контур более темный карандаш нанести в центр помаду и тогда контраст будет более заметен сейчас это все выглядит так более-менее гладенько ровненько не сильно выделяется оттенок помады но конечно без карандаша такой светлый оттенок помады выглядел бы несуразно тут фишка именно вот в таком амбре и еще я сейчас хочу нанести мой любимый продукт тоже еще один за последнее время она я вчера же его показывала кларанс единственный его минус это кубочка так вот грязнится я знаю есть люди которых это очень сильно может раздражать тоже конечно мне не очень приятно но в целом норм пойдет мне настолько нравится этот продукт и у него такой приятный аромат пахнет прям дорогой ванилью он где-то продается за 1700 где-то за 2000 но реально того стоит я хочу мазаться на данный момент только им по нескольку раз на дню хочется свои губы им просто вот так вот обмазывать то есть и и и и и и и и Мы с подругой вместе сейчас читаем книгу Франзена «Поправки». Решили начать знакомство с творчеством автора именно с нее, потому что она была написана раньше остальных романов. У меня есть и другие его книги. Прочитана почти треть. Сегодня вечером мы снова будем обсуждать то, насколько в целом эта книга для нас скучноватая. Ощущение скуки в процессе чтения поправок у меня возникает довольно часто. Я на Boosty обязательно более подробно буду рассказывать об этой книге и вообще обо всем том, что я читаю. У меня есть там отдельный уровень подписки, где я рассказываю про книги. Boosty, если кто не знает, это специальный сервис для блогеров, где зритель может за подписку получить эксклюзивный контент, который больше нигде не публикуется. Если читать дозированно, так скажем, небольшими порциями страниц по 20-30, то нормально. Но провести с ней длительное время уже сложно. Здесь порог вхождения, по моим ощущениям, высокий. Хотя Франзена очень-очень многие хвалят, очень многие его любят. Возможно, я не окажусь ценителем. Возможно, другие его работы окажутся более интересными. Да, мои волосы — это, конечно, прикол. Возможно, вы меня такой никогда не видели. Я просто вчера вечером помыла волосы, не до конца просушила. Они оставались слегка-слегка влажными. Я заплела косичку и получила вот это. Выглядит, естественно, не как приличная укладка. У меня, видите, волосы пористые, они пушатся. Я сейчас попшикала спреем для волос увлажняющим. Не знаю, стало ли лучше. Но, тем не менее, я считаю, что волосы выглядят не слишком ужасно. Да, это не какая-то структурированная красивая укладка. Но при этом вот такой эффект небрежности мне вроде как тоже нравится. Это похоже на суперпляжную прическу. От природы у меня волосы вьются не сильно, тугих кудряшек нет. Но прослеживается такая небольшая волна. У меня бабушка с маминой стороны как раз кудрявенькая. И я всерьез задумываюсь о том, чтобы попробовать кудрявый метод. Нужно приобрести две вещи. Это гель, который наносится на волосы перед сушкой феном. И диффузор, такая круглая насадка на фен, с помощью которой вот таким образом можно будет сушить волосы. Я уже посмотрела парочку туториалов. Хочется немного поизучать эту тему, попробовать. Мне, может быть, даже и не зайдет, кто знает. Но вдруг из этого может получиться что-то путное. Вот как вы считаете, норм вот так вот выходить на улицу, так сказать, в люди? Мне кажется, норм. Конечно, на улице может быть и ветер. У меня волосы вообще еще больше растреплятся. Я буду как лев. Ну ладно, на собой расческу взять. В этом все-таки что-то есть. Спереди это действительно выглядит прикольно. Такое прям львица. Но я посмотрела, как это выглядит сзади. Прям совсем плохо. Прям ужасно. Я думаю, крабиком что-ли заколоть. Потому что если в хвост собрать, тоже получится такое себе. Я все думала, что же мне сделать с этой копной волос, чтобы оно выглядело прилично. И кажется, я нашла решение. По-моему, выглядит очень даже аккуратно, симпатично. Мне нравится. Тот день и тот момент, когда ты себе ну очень нравишься. Прям кайфую. И от себя. И от погоды на улице. Специально для этого момента я собирала пустые бьюти-баночки, чтобы потом вам их продемонстрировать и дать отзывы на продукты. Наша с вами постоянная рубрика на YouTube-канале во влогах. Хочу начать с уходовой косметики. Здесь у меня питательный крем для волос от бренда Angel. Вот эту штуку я настоятельно рекомендую заскринить. Обратите внимание, я осталась в полном восторге от продукта. Волосы напитанные, гладкие, блестящие, легко расчесываются. Более того, моя мама осталась в полнейшем восторге. Она уже очень много лет красит волосы. Они у нее еще более сухие и такие на ощупь шершавенькие, что ли, чем у меня. И ей очень-очень зашел этот продукт. Настолько, что она готова его купить. Такое случается нечасто. Посмотрите, какая огромная банка. Этого средства хватает действительно надолго. Дальше увлажняющий тонер от Art & Fact с экстрактом полыни. Мне тоже этот продукт очень понравился. Действительно увлажняет. Единственный момент. Немного протекает вот в этой области упаковка. И хватило мне его месяца на полтора. Надо сказать, я достаточно щедро выливала продукт на ватный диск. В начале видео я вам показывала тонер от Purita. Я его наношу именно руками, потому что он густой. А вот этот тонер жидкий. Очень жидкий, прямо как водичка. Хотя здесь указано, наносить нужно именно руками. Но он просто слишком быстро стекает. Если Purita густой, и я успеваю вот так вот его растереть между рук и нанести на лицо, ничего не стекает. Здесь это жутко неудобно, только с ватным диском. Возможно, поэтому у меня так увеличился расход. Но вещь действительно рабочая. Кожу увлажняет. А она у меня склонная к сухости и шелушению. Так, что еще у нас здесь из ухода? Крем для век от CeraVe. Мне очень нравится этот бренд. Но вроде как в России он не продается. Конкретно данную баночку я покупала, когда жила в Сербии. Его действительно надолго хватает. Я пробовала также из этой линейки крем для лица и тела, тоже для сухой кожи. И как будто бы крем для глаз точно такой же. Как будто бы тот же самый продукт просто перелили вот в такую маленькую баночку и продают, соответственно, подороже. Но, тем не менее, продукт очень хороший. Крем очень густой. И он действительно хорошо подходит для сухой кожи. Думаю, не стала бы его повторять, даже если бы он здесь продавался. Просто конкретно в Сербии я не могла выбрать какой-то другой продукт. Я покупала то, что мне было знакомо, беспроигрышные какие-то варианты. Потому что, естественно, там ассортимент отличается. Я считаю, что крем для глаз можно приобрести абсолютно в любой ценовой категории. И в бюджетном сегменте тоже есть вполне себе классные вещи. Поэтому я бы не рекомендовала прямо-таки гоняться за этим продуктом. О, это самый лучший лосьон для тела в моей жизни. Сандбаф. Вот это, конечно, надо заскринить. Баночка превосходная. Идеальный продукт по всем параметрам. Кроме одного. Давайте-давайте внесем вот эту вот ложку дегтя. Стоимость. Такая баночка, 125 миллилитров, стоит плюс-минус 5000 рублей. Ну, может, там 4 с чем-то тысячи рублей. Продается на официальном сайте. Продается в золотом яблоке. Очень быстро заканчивается тоже. У меня этот лосьон ушел недели за три. А я тело свое мазала каждый день практически. Иногда даже два раза в день. Потому что утром просыпаешься. Кожа суховатая. Особенно у меня страдает кожа на ногах. Скоро отопительный сезон заканчивается. Будет, конечно, уже попроще. Но это такой приятный продукт. Подобные штуки очень классно приобретать кому-то в подарок. Ну, или вы можете добавить себе баночку виш-лист. Так как это именно лосьон, продукт не слишком густой. Он легко вытекает из баночки. Легко распределяется на коже. Быстро впитывается. И имеет невероятный аромат. У них еще такой лосьон. Идет с ароматом ванили. Он мне тоже очень понравился. Маленький сухой шампунь от Кенсука. Здесь всего 75 миллилитров. Он очень легкий. Подойдет больше для того, чтобы освежить укладку у корней. Но не на тот случай, когда у вас уже достаточно жирные корни. Кстати, слышала еще такой лайфхак. Наносить сухой шампунь на волосы не тогда, когда они уже очень жирные, а немножко заранее. Кто-то даже наносит сразу после мытья головы шампунь, чтобы впоследствии меньше выделялась себума. Кто-то наносит на второй день, чтобы опять же слегка освежить. Потому что бывает такое состояние волос, когда они не идеально чистые, но в то же время не настолько грязные, чтобы их мыть. И вот в таких ситуациях сухой шампунь прямо-таки спасает. Мне понравился такой миниатюрный формат. Просто захотелось попробовать что-то новенькое. Для меня большой плюс, когда сухой шампунь не оставляет белого налета на волосах, который нужно интенсивно растирать. И то он может не до конца уйти. Например, такой эффект мне дает сухой шампунь от Батист. Самый популярный. Ну, прям вот наносишь слегка, и тут просто такое вот белое пятно на корнях, которое надо растирать. Вот такой шампунь подобного эффекта, кстати, не дает. Ой, ну, наконец-то у меня закончилась эта банка. Санитайзер от Зелинский. Здесь целых 100 миллилитров, представляете? Мне продукт невероятно понравился. Аромат божественный. Вообще сложно сказать, что это санитайзер, потому что спиртом практически не отдает. Как будто ты наносишь на руки такую парфюмированную водичку. И, конечно, таким продуктом невероятно приятно пользоваться. Спиртягой вообще не отдает. Это супер. Я очень хочу повторить данный продукт, только взять уже объем в два раза меньше, 50 миллилитров, потому что 100 миллилитров это, конечно, может и выгодно. Целый год им пользовалось, представляете? Но в маленькую сумочку это не поместится. И, конечно, брать с собой неудобно. Плюс упаковка такая стеклянная. Он достаточно тяжеленький. Но выглядит, конечно, еще так красиво. Да, я люблю эстетичные баночки, и ради этого я готова покупать некоторые продукты. Я тот человек, который не понимает прикола в фиксирующих спреях для макияжа. Долго вот этот спрей от MAC пробыл в моей косметичке. Я просто им пользовалась, потому что нужно закончить. И то ли был какой-то эффект, то ли не было. Не знаю. Моя жизнь на до и после не разделилась. Я прекрасно себя чувствую без спрея для макияжа. И кто-то видит в этом смысл и эффект. А вот у меня как-то не получилось понять этот прикол. Поэтому я рада, что продукт закончился. И можно уже выбрасывать. Последняя маленькая баночка на сегодня из раздела декоративной косметики. Это консилер от L'Oreal. И вот этот продукт я тоже настоятельно рекомендую заскринить. Если вы еще не слышали моих отзывов о нем, в разных социальных сетях, конечно, не первый раз уже его показываю. Вот закончился. И я даже здесь убирала ограничитель, чтобы допользоваться до конца. В этом продукте мне очень нравится плотность покрытия. Как я люблю говорить, замажет всю вашу жизнь. Любые нюансы на лице, покраснение, постакны, прыщики. Да, он это сделает. Но есть и вторая сторона. Может подсушивать кожу. Поэтому строго на хорошо увлажненное лицо. Лучше наносить его тоненьким слоем. Продукт шикарно растягивается. Еще сам производитель говорит о том, что можно консилер использовать в качестве тонального средства. То есть просто нанести на определенные участки на лице, на самые проблемные, например, да. И спонжиком или же кистью растушевать, растянуть продукт на все лицо. И получается, что вы замаскировываете недостатки, но при этом еще и работаете над общим тоном лица. Но я его использовала только как консилер. Также огромный плюс, что в линейке есть светлые оттенки. У меня самый светлый, естественно, номер 320. Но в какой-то момент я поняла, что он меня даже чуть-чуть выбеливает лицо. Ну как будто бы хочется на полтона темнее. Это вообще нонсенс. Потому что обычно консилеры, тональные основы в самых светлых оттенках мне темные. Вот, например, сейчас у меня на лице BB крем от Миша. В самом светлом оттенке. Посмотрите, как отличается. То есть я прекрасно вижу, что мое лицо немножечко потемнее, чем шея. Меня это не то чтобы очень сильно смущает, но все же приятнее, когда оттенок кожи совпадает с оттенком шеи. А тон растягивать на шею я очень не люблю. Тут одежда пачкается, просто фу. Поэтому, когда вот так слегка отличается, ничего страшного. Что есть, то есть. Просто BB крем от Миша. Ну так мне нравится, он так красиво ложится на кожу. Но вот темноват совсем чуть-чуть. Я думаю, что как раз летом у меня появится легкий загар. И этот тональник уже будет мне подходить идеально. А вот эту вещь еще раз вам хочу крайне порекомендовать. Хватает его, кстати, надолго. Представляете, я пользовалась им месяцев, наверное, 9 или 10. Это срок. Мои пустые баночки закончились. Сейчас пойду все это добро выбрасывать. Отчиталась, показала все, поделилась отзывами. Мне это очень всегда приятно. На такой бьюти-ноте заканчиваю данный влог. Всегда вас жду в других своих социальных сетях. Это телега и соцсеть с картинками. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok